Приветствуем, братья и сестры. Слава Богу за это общение, которое сегодня мы имеем. Слава Богу, детки, за то, что вы сегодня прекрасно пели. Я тоже люблю петь. И знаете, сегодня я какую песню дома пел? «Придите поклониться, придите поклониться Господу». Я эту очень песню люблю, и люблю, когда хор поет, и люблю, когда на английском эту песню поют. «Поклониться Господу, Царю нашему». Я очень благодарен Богу, что сегодня Бог дал нам, знаете, детки, слух. Мы все слышим. Я знаю, что в нашей церкви нет таких деток, которые не могут слышать. Я как-то, когда приехал в Америку, пришел в одну церковь, и когда пастор проповедовал, то я вдруг увидел человека, который повернулся к залу и что-то показывал руками. Я думаю, что это такое? Оказывается, этот человек переводил для тех людей, которые не могут слышать. И вот в христианском радио, по-моему, это в христианском, где-то на прошлой неделе услышал просто одно слово, когда на этом глухом немом языке, что «я люблю тебя», знаете, как это обозначает? Вот так, когда обнимают. Это значит, тебя любит кто-то. Какое-то прекрасное слово. Тебя любит кто-то. Знаете, это большое горе, когда в семье мамой с папой родился ребенок, а он не слышит. Не слышит, что братики говорят, не слышит, что мама говорит. И как он может услышать, что мама его любит? Как? А бывают слепые люди, которые не видят. Как вот с этими людьми, как тяжело. Как-то мы на работе стояли, возле школы проходила всегда одна женщина с палочкой, с палочкой и стукала по обочине. Проходя возле этой обочины, а там оказалась каналиционная яма, вот эта железка, куда вода уходит. Она шла, 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 и у нее ее палочка упала туда и скрылась. Она остановилась и не знала, что делать. Потому что эта палочка ее глаза. Она упала, она остановилась, и все. Она не услышала, что палочка упала, у ней слух был. Палочка упала, и все. Это ее глазки. И побежал один человек, быстренько поднял эту палочку, вытащил оттуда и дал ей. Она поблагодарила и опять пошла. Это ее глазки, палочка. Слух. Люди видят, а нету слуха. Как это страшно. Как это тяжело. И если бы, наверное, у вас или в моей семье родился такой ребенок, то как я могу с ним разговаривать? И, наверное, знаете, я бы, раз у него есть зрение, я бы учил каждую буковку, как это там есть знаки такие. И они как-то говорят этими знаками. Знаете, вот было в таком народе израильском, с которым говорил Бог. И сегодня Бог говорит. И часто люди, они уподобляются этим глухим людям, которые не слышат. Они не способны слышать голос Бога. Знаете, иногда в нашем собрании есть такие люди, когда говорит проповедник, через его говорит Бог, а они не слушают. Они занимаются, что-то делают. Они не слушают этот голос Бога. А голос Бога сегодня говорит. Говорит к людям, а люди не хотят слушать. А может быть, просто заняты и не хотят слышать голос Бога. Сегодня у нас особый праздник. Это Рождество Господа, нашего Иисуса Христа. Знаете, я хотел прочитать вместе с нами, вместе с вами одно место, которое записано в книге Библии. Это послание к евреям. Первая глава, первый, второй стих. Смотрите, как здесь написано. Бог многократно, значит, много раз, многообразно, разными методами, говоривший издревле Отцам, как Он говорил, через пророков. Пророк – это тот, которого Бог избирает, через которого Бог говорит к людям. И были такие... Вы знаете таких людей, пророков, которые были? Знаете? Знаете, вот здесь говорится, Бог избирал таких людей. И эти люди, они обращались к израильскому народу. Я хотел бы назвать свое слово «Чудесная весть Рождества». Как эту весть донести? Для тех, кто не знает, для того, кому очень трудно объяснить это. Знаете, в израильском народе это вся его история, когда Бог говорил к этому народу. Знаете, они часто не слушались. Они становились глухими к голосу Бога. А Бог хотел явить себя. Они не понимали Его. Он желал, чтобы они знали Его. Он желал, чтобы они любили Его. Он желал, чтобы они поклонялись. Вы знаете, сегодня можно видеть Бога, как Бог говорит. Вот даже в простой, простой вот пример такой, когда мы бываем где-то и видим эту красоту. И как апостол Павел пишет к римлянам такие слова в 1 главе, 20 стихом, он говорит, «Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творений, видимы так, что они безответны». Мы сегодня видим красоту. Красоту тогда, когда восходит солнце, когда небо покрывается различными красками. И так красиво. Или тогда, когда солнце заходит за океан, все небо опять озаряется. Тогда, когда мы вчера смотрели здесь сценку, когда вот красота этого неба, красота звезд. Я смотрел и восторгался. И как вот эта луна двигается. Звезды. Это Бог сотворил. Через это сегодня Бог говорит к людям. И часто люди не слышат и не видят этого. Знаете, Бог говорил в народу своему. Вот через пророков, как мы прочитали. Помните, как Бог заговорил к Моисею. Через что он заговорил? Он посмотрел, терновный куст сгорел. И он не сгорал. И он решил посмотреть, почему, что это за чудо. И когда он подходил, он услышал голос Бога. «Моисей, Моисей, Моисей, сними обувь!» Бог заговорил. Смотрите, каким сильным голосом Моисей испугался и боялся, что он умрет. А на Синае, помните, когда давал Моисею Господь закон, две скрижали, был огонь, громы, молнии, и дым исходил. Бог говорил. Бог дал вот этот закон на скрижалях. Знаете, и весь народ трепетал пред Богом, когда Бог говорил. А в другом месте Илья, пророк. Знаете, Бог ему говорил тихим голосом, «Моисей, что ты здесь?» Знаете, здесь тихо он говорит, Бог через своего пророка. А вчера мы слышали, помните, когда ангелы стояли, возвещали эту весть, когда Исаия смотрел, ему это было видение, как будто Бог пришел в храм, и его одежды касались этого храма, и там были ангелы, которые закрывали и махали крыльями, закрывали лица свои. Сегодня, вчера вы слышали вот эту прекрасную историю. Она так коснулась о меня, и Исаия видел это, и Господь говорит, «Кого мне послать?» Вот так Бог обратился к Исаии. Бог говорил к своему народу, и народ израильский знал этого живого Бога. А иногда вот так просто Бог говорил, вот через Амоса, вот две корзины, и в одной корзине хорошие плоды, а в другой такие плоды плохие, что их нельзя кушать. Вот через это Он говорил, что есть добрые израильтяне, и есть нехорошие. А к Иеремии Он говорит, «Пойди к горшечнику, который из глины делает сосуды». Наверное, кто в школе уходит, там занимаются этим, как они, деды делают вот эти сосуды, крутят кружева и делают сами сосуды, а потом в печь ложат. И Он говорит, «Пойди, посмотри, как Он делает сосуды». Он делает этот сосуд, крутит, появляется сосуд, а потом раз, из сосуд упал. И говорит, каждый человек, народ израильский в руках Бога. Вот такой урок преподал. И говорит, «Купи один горшечник, горшок этот». И смотрите, так Бог учил и обращался к своему народу. А иногда Бог обращался вот совсем по-другому. Представляете, как Бог заговорил однажды к одному пророку. Это был Валаам. Кто помнит, как Бог к нему проговорил? Через ослицу. Ослица заговорила человеческим голосом. Это непонятно нашему разуму. Ослица заговорила с господином своим, а он в таком гневе, что даже совсем забыл, что она-то не может разговаривать. Тот, который творил человека, он и дал голос ослице, чтобы остановить безумие пророка, который шел вопреки Бога и не слушал Господа. Знаете, голос Божий не такой вот какой-то, знаете, ну, что мы все хотим спать. Когда Бог говорит, мы это понимаем, и мы иногда боимся, как как одному человеку заговорил Бог и сказал, что ты умрешь. Это страшное сообщение, когда люди живут своими мерками и не думают о Боге. И, знаете, народ был глухим, не слушал Бога. И прошло так время, они как были вот эти глухие дети, которые не могут не говорить, не могут, знаете, делать то, что вы делаете. И, знаете, когда Бог перестал к ним говорить, и Бог молчал 400 лет, знаете, это было самое трудное время. Наверное, самое трудное для вас тогда, когда мама накажет вас и скажет, я не буду с вами разговаривать сегодня, целый день. Я думаю, что это было бы, ну, для меня очень тяжело. Знаете, не надо ждать, нужно бежать к маме или к папе. Мамочка, прости, что я больше так не буду. А народ израильский, они были глухие, не слышали голос Бога, и Бог оставил их, и небо молчало 400 лет. Это последний пророк был Малахия. И смотрите, он в своем слове сказал в 3 главе первым стихом второе полослишье. Это написано так, и внезапно придет в храм свой Господь, которого вы ищете, и ангел завета, которого вы желаете. Вот он идет, говорит Господь. Здесь говорится о Господе, что он придет скоро. И вот после 400 лет вновь Бог заговорил к народу. То уже заговорил не так, как через пророков, а он заговорил через кого? Как вы думаете? Через Сына Своего. Потому что мы читаем, как здесь прочитали, книга евреям, первая глава, вторым стихом написано, в последние дни сии говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил. Вот как Бог заговорил. как Он заговорил. Знаете, тот, который сотворил этот мир, как мы вчера видели, вот эту землю, звезды, луну, который творил это, и Он вдруг стал человеком. Слово, которое говорило, да будет свет, да произрастит земля, да будут моря, Слово стало плотью. Он стал таким маленьким, как маленький ребенок. Он родился, стал как простой человек. И мы читаем, Бог говорил в Иисусе Христе, чтобы люди поняли замысел Бога, что Он как любит нас, грешных людей. И мы видели славу Его, славу в словах Его. это Слово, то есть Иисус Слово обитало с нами. И знаете, когда мы читаем, когда Иисус говорил об Отце Своем, и ученик один говорит, покажи нам Отца, и довольна для нас. Он говорит, я и Отец одно, видящий Меня, видел Отца Моего. И Иисус пришел исполнить волю Отца, чтобы возвещить нам, что Он так любит нас, очень любит нас. И вот из-за этой любви к нам Он послал Сына Своего на землю, Который сотворил этот мир. И знаете, этот Сын из Своей любви Он умер за наше беззаконие. Он пришел, чтобы взять грехи Мои и Твои. Мы вчера видели, что Иисус Он нес крест. Наши взял на Себя беззаконие и грехи, чтобы сделать нас свободными от греха, чтобы нас ничто не беспокоило. Для этого пришел Иисус, чтобы выявить любовь Бога к нам. И действительно, Бог говорил в последнее время через Сына Своего. Когда пришла полнота времени, Бог послал Своего Сына. И Его вот эта, как сказать, весть, чудная весть, Его Слово, которое Он говорил, оно всегда радовало людей, и люди за Ним шли. Его Слово, оно преображало людей. Знаете, когда люди слушали это Слово Сына Человеческого, Который возвещал, все говорил об Отце, о Его любви, вот даже тот мытарь Левий или Матфей, как его Буш называет, это был вор и мошенник, а Господь его избрал, Он его сделал новым человеком. Слово Иисуса, оно возрождало людей. Он давал им второй шанс. Он никогда не пренебрегал грешниками. Он любил грешных людей. Он и сегодня любит. Он отдал свою жизнь за грешных людей. Знаете, святые люди, которые считали себя книжники, фарисеи, законники, а несмотря на это им непонятно было, почему он с этими людьми общается, а потому что он любит их. Он пришел спасти их. И поэтому вот этот месседж, который принес Иисус, слово от Бога, оно возрождало людей. Он пришел сказать эти слова, которые мы читаем, что Бог возлюбил так мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Он принес свою жизнь и отдал ее за нас, чтобы мы имели счастье. Знаете, ну какая-то весть, она всегда имеет свои последствия. Знаете, тогда, когда человек заболел, и он чувствует, что-то не так с ним, он идет к доктору, и доктор рассматривает внимательно его, смотрит, изучает, проверяет анализы, а потом говорит, наберитесь терпения и мужества, у вас болезнь, рак. Вот это вот сообщение, я думаю, что оно убивает человека. Человеку становится страшно, после этого сообщения жизнь человека полностью меняется. Почему? Потому что ему остается жить не так долго. И вот эта вот весть заставляет человека пересмотреть свою жизнь. Знаете, теперь нужно готовиться к другому. У него были свои планы. Знаете, строил он, и вот эта весть, она изменила его жизнь. Теперь нужно пересмотреть к тому человеку, который осталось жить семь дней, как он поменял свою жизнь, как он вкладывать свои отношения с окружающими, чтобы быть готовыми к этому дню, чтобы приготовить свою семью, чтобы приготовить свой бизнес, потому что Бог сказал ему месседж, что он через семь дней умрет, и он поменялся, поменялся, Бог изменил его. Иногда бывают такие, как сообщение жены или мужа, и они говорят, что я больше тебя не люблю, я не хочу из тобою жизнь. Знаете, это страшная весть. Знаете, но сегодня мы имеем прекрасную весть, которая пришла от Бога в Сыне Иисуса Христе, и который ангел возвестил, как мы вчера слышали, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель. Вот она прекрасная весть от Бога. Бог даровал нам Спасителя. Слава Ему за эту чудную весть, которую Он дал, что в последнее время Он говорил в Сыне. И этот Сын, слава Богу, что Он возлюбил нас, что Он отдал Свою жизнь за нас. И скоро, скоро, как мы прочитали здесь, как это было давно, две тысячи лет назад, в последние дни говорил нам в Сыне, как а теперь это время стало близко для нас. Две тысячи лет, знаете, теперь уже вот следующий год уже будет восемнадцатый год, это будет уже семьдесят лет рождения Израиля, что Он принесет, может Бог закроет свой голос к языческому народу и обратится к своему народу, а сегодня есть это еще радостная весть, ныне родился вам Спаситель, есть это прекрасная возможность сегодня иметь спасение в Иисусе Сыне Его, через которого Он проговорил в последнее время. Я хотел бы вместе с вами сегодня поблагодарить нашего Господа за чудный план спасения, за то, что Он возлюбил нас грешных. Я предлагаю помолиться. Пусть имя Божие в эти рождественские дни возвеличится и прославится в наших сердцах, в наших семьях, и в твоей жизни, дорогой друг. Пусть имя Божие будет благословенно. Аминь. Помолимся.